Удар молнии или турбулентность? Турбулентность. Боинг или аэрбаз? Боинг. Стюардесса или бортпроводник? Стюардесса. Питер или Париж? Париж. Самоизоляция или работа? Работа. Аэропорты или аэропорты? Аэропорт. Грудь или попа? Попа. Козы или колбаса? А, колбаса. Секс или любовь? Секс. Деньги или секс? Деньги. Правда или действие? Правда. Марвел или DC? Марвел. Плов или самса? Плов. Земля или небо? Небо. Гость или куинс? Куинс. Месси или Роналдо? Месси. Трамп или Путин? Путин. Готова ли честно отвечать на все вопросы? Да. Сколько тебе лет? 24. Ты сейчас с кем-то встречаешься? Нет. В какой школе училась? 188. Твоя первая любовь? Имя? Да. Дмитрий. Сколько лет тебе было? Мне было 19. Какой ты национальности? Еврейка-Статарка. Веришь в гороскопы? Да. А в бога? Да. А вы на планетян? Нет. Ходила к экстрасенсам? Да. Отчитываться. Суеверная? Да. Немного. Ну, то есть не ем с ножа, чтобы не быть злой. Твой фетиш? Люблю спортивных мальчиков. Скорим годом. Кем работаешь? Стердессой. Какое образование? Высшее. Что ты делаешь лучше остальных? Кручу мозги. Ты сама себя обеспечиваешь? Да. Сколько тратишь денег в месяц? 500 долларов. Сколько зарабатываешь? От тысячи и выше. Самый дорогой подарок от мужчины? Айфон. Самый дорогой подарок мужчине? Набор парфюмированный с пироженками и всякими мишками. Сколько он стоил? 150 долларов. Сколько или что предлагали за секс? Квартиру в Москве, машину. Кто предлагал? Племянник одного из очень влиятельных людей. Какие трудности были в семье? Были моменты, что нам нечего было кушать, и мы питались макаронами и картошкой чередуя. Какой у тебя телефон? Айфон XS Max. XS Max. Это подарок? Да. Насколько ты ревнивая? На 100% очень ревнивая. Ну, если парень дает повод, то я ревную. Отец вас бросил? Да. Почему? Ну, потому что у него была другая семья на стороне, это выяснилось недавно, и три года назад я познакомился со своей родной страной. Твой первый поцелуй? В 17. Первый парень? В 17. Первый мужчина? В 20. Тебе изменяли? Да. Ты изменяла? Да. Ты прощала измены? Да. Лично ловила за измены? Да. В Тиндере. Переписка с девушками. Спала с чужим мужем? Да. Ты жила в Сербии? Я жила в Сербии и вообще жила в Европе 6 лет. Как ты устроилась стюардессой? Сама решила пройти конкурсный отбор и попала. Где учат на стюардессы? В тренинг-центре Узбекистон Хавэллорен. Бывали аварийные случаи? Со мной нет, но бывали. Родители были не против? Изначально были против, но сейчас нет. Твой последний полет? 22 декабря. Ты отказалась от рейсов для вывоза людей? Да. Самый страшный рейс? Самый страшный рейс, когда летел больной пассажир, подключенный к медицинским аппаратам. Самый худший? Дебошир на борту, которого мы привязали. Самый смешной случай во время полета? Когда пассажир выходил с туалета, упал прямо посередине прохода и ползка гусеницей к своему месту. Были отношения с пилотами? Нет. Кто-нибудь занимался сексом во время твоего рейса? Да, были моменты, и я, получается, поймала эту парочку, но потом были в разбирательство. Случались драки? Да, случались между пассажирами. Один из пассажиров включил музыку, и рядом сидящая пассажирка была против этого, и, собственно говоря, началась парасовка. На рейсах есть представители СГБ в штатском? Нет, нет, раньше были. Пеленала подгузники малышам на борту? Да, конечно, это мне очень нравится, очень мило. Почти каждый рейс. Как справляешься с пьяными пассажирами? Первое – это предупреждение. Если мы как бы не понимаем с первого раза, то потом уже понимаем меры радикальные. Какие именно? Привязываем или говорим, что по прилету их примут службы. Но, конечно, не сразу привязываем, но если он прям очень жестко себя ведет, то приходится. Были роды на борту? Были, но не в моих рейсах. Какая еда у персонала? У нас экипажное питание, то есть оно отличается от пассажирского. Была на нашем борту номер один? Это государственная тайна. Летала на рейсах со звездами? Да, конечно, с Муни Саризаевой и с парой узбекскими актерами, но, если честно, я не знаю их лично, но мне сказали, что это узбекские актеры. Ваши суточные? 40 долларов. Уровень сервиса Узбекистан Эйрвейс? Большие, лучшие, замечательные, высококачественные летайте Узбекистан Хэллэверы. Это ложь? Нет. Что чаще всего забирают с собой? Пледы и подушки. Не забирайте, пожалуйста, правда, мы из своего кармана платим. Ты сама забираешь что-нибудь домой? Нет, не забираю, честно. Самый лучший самолет? Боинг 767, он очень удобный в плане работы. Самый старый самолет, в котором ты летала? Тушка, я летала в Грецию на тушке, было весело. Управляла самолетом? Нет, не управляла, к сожалению. Видела черный ящик? Нет, не видела. Ты тоже аплодируешь пилотам? Конечно, я начинаю аплодировать и все начинают аплодировать. В каких странах бывало? Я была практически во всей Европе, в странах Баканского полуострова, в общем, во всех странах, кроме Америки. Впадала в панику во время полета? Да, было во время сильной турбулентности. Волшебные слова во время полета? Косолетка, авиационный чай, пожалуйста. Каким образом пользуешься своим служебным положением? Я абсолютно не пользуюсь своим служебным положением. Что чаще всего просит привезти? Еду, вещи, но я не привожу. В каких странах побывала? Благодаря своей работе побывала в Европе. Самая лучшая страна, в которой ты была? Я назову два любимых города. Это Санкт-Петербург и Париж. Хочешь навсегда переехать? Хочу. Наш менталитет тебе не подходит? Не подходит в плане жестокости, именно жестокого обращения к животным. И Таныш Былыш, потому что, когда начинают говорить, что у меня там дядя, у меня там тетя, но это совсем не по мне. Смогла бы выйти замуж за мужчину с ребенком? Нет. Как относишься к лесбиянкам? Ровно отношусь. А к геям? Тоже ровно отношусь. А если это твой сын или твоя дочь? Ну, тогда бы я провела беседу и спросила бы, как ты пришел вообще к этому? Сын, дочь вообще? Что тебя сподвигло? Ну, приняла бы. К тебе приставали лесбиянки? Да, конечно. Отправляли свои фотографии эротического содержания. И они ждали мою реакцию. У тебя есть друзья или знакомые другой ориентации? И есть, конечно, и лесбиянки, и геи, и бисексуалы. И я отношусь к ним абсолютно нормально. Как относишься к проституткам? Ровно. Хочешь жить, умею вертеться. Самое главное в отношениях? Доверие. Часто плачешь? Да, я очень сентиментальный человек. Если я вижу кошечку или собачку, или какие-нибудь такие трогательные моменты в фильме, я всегда плачу. Веришь в дружбу между парнем и девушкой? Да, верю. Много у тебя друзей, которых ты держишь во френд-зоне? Очень много. Куришь сигареты? Я курю вариков. Как часто пьешь? Ну, может быть, раз в две недели. Настолько ли ты счастлива в жизни, как и на фотографиях? Я еще счастливее, и это правда. Ты красивая? Ну, да. Какой у тебя есть комплекс? Скорее всего, комплекс отличницы. Любимое матершинное слово? Блядь. Часто брешь? Да, бывает. Ты сплетница? Есть чуть-чуть. Как тебя хейтят? Ну, писали пару раз, что я билят. Есть фейковые аккаунты? Раньше были, сейчас нет. Проверялась на ВИЧ? Да, конечно, каждые полгода проверяюсь. Боишься коронавируса? Нет. Все мужики козлы? Нет. Часто смотришь порно? Нет. Насколько ты оцениваешь свою красоту от 1 до 10? Скорее всего, на восьмерочку. Насколько ты оцениваешь себя в сексе от 1 до 10? На 9. С Милом Раев-Шалаше? Да. Если парень напишет в директ, ты ему ответишь? Скорее всего, да, но ведется некий такой отбор. Сколько у тебя было парней? Три. А сколько партнеров? Два. Встречал с женатым мужчиной? Да, встречалась. Как можно познакомиться с тобой? В реальной жизни и, скорее всего, через социальную сеть. Количество подписчиков имеет значение для тебя? Нет, абсолютно. Самый обидный комментарий? Джолик. Делала пластику лица или тела? Нет, делала ушки. Размер имеет значение? Да, конечно. Ты принцесса? Да.